Если я попрошу вас прямо сейчас назвать главную российскую ЧВК, то вы не раздумывая скажете, что это ЧВК Вагнер и будете неправы. Потому что после марша на Москву, так называемого марша справедливости, от ЧВК Вагнер ничего не осталось. Нет, ну как? Были отдельные ее элементы, часть была в Беларуси, часть в Африке, часть в бессрочном отпуске, Пригожин что-то еще там бухтел и пытался делать. Но по факту ЧВК Вагнер как боевого соединения, которое воюет в Украине, не осталось. Когда был убит Пригожин, и вовсе ЧВК Вагнер перестал существовать даже на бумаге. Часть из них пытаются присунуть куда-то в Росгвардию, часть в Ахмат. В общем, все кичатся тем, что у них вагнеровцы, по факту никаких боевых подразделений Вагнера больше нет. Ну, на самом деле для российской армии это не так страшно, потому что Вагнер была, ну, такой организацией, честно говоря, не самой эффективной. Хотя мифов вокруг нее ходило много. Тем не менее, Вагнер больше не существующая частная военная компания. Однако есть другая. Другая, которая заняла ее место. Другая, которая прямо сейчас набирает обороты и разрастается. У нее нет такой автономности, как у Вагнера, потому что власти и Владимир Путин лично теперь тупо боятся, что слишком автономная и большая ЧВК сможет представлять угрозу для российской власти. Однако она расширяется все больше, и вы все чаще можете слышать ее название. Речь идет о ЧВК Редут. Наверняка многие из вас, краем уха, о ней слышали. Может быть, даже смотрели мой ролик, где я рассказываю, как ЧВК Редут пытается отжать у остатков ЧВК Вагнер Африку. Однако на самом деле это не просто какая-то очередная ЧВК. Не просто очередное подразделение, которое пытается громко называться. Нет, это действительно следующий Вагнер. Это действительно такая новая, относительно новая организация, которая теперь отдана главенствующая роль, как вот такого довольно мобильного и активного подразделения, которое можно закидывать на разные участки фронта. Это ЧВК Ширица с каждым днем. И сегодня я расскажу вам о ней все подробности. Вы будете в деталях знать, что такое ЧВК Редут, кто в нее входит, что там на самом деле происходит и что будет с ней в ближайшее время. И почему вы будете слышать это название все чаще и чаще. Русская служба BBC, а точнее Елизавета Фокт, подготовила гигантский материал, потрясающий абсолютно, который полностью расписывает, как устроена российская армия сейчас. Ведь наверняка вы часто задавались вопросом, а кто там, блин, вообще воюет? Что за пятнашка? Что за барс? Что за вообще добровольцы? Кто такие контрактники? Чем они друг от друга отличаются? Где во всей этой схеме мобилизованы? Наверняка эти вопросы у вас появлялись, и в этой публикации на них даны ответы. Ссылку на эту публикацию я оставлю в описании. Отдельно там много про ЧВК Редут, о чем мы сегодня и поговорим. Но если захотите, и вторую часть публикации про все остальные формирования в российской армии, я тоже могу, собственно, начитать для вас на YouTube-канале, потому что понимаю, что многие воспринимают информацию так гораздо лучше. Поэтому если у вас есть такой запрос, если вы хотите разобраться в том, как устроена структура российской армии, пишите об этом в комментариях. Ну и в целом, естественно, подписывайтесь на канал и поддерживайте канал на Патреоне. Ссылка будет в описании. А этот ролик смотрите до конца, чтобы знать, кем заменили Пригожина и ЧВК Вагнер. Аббревиатура ЧВК, частная военная компания, известна в России в первую очередь благодаря Евгению Пригожину и его группе Вагнер. На самом деле есть и другие военные формирования, за которыми, по крайней мере в СМИ, закрепился такой статус. Легализация ЧВК властями неоднократно обсуждалась, но пока с формальной точки зрения создание частных военных компаний прямо запрещено российским законодательством. Вагнер долгие годы была самой известной и могущественной частной военной компанией в стране. Ее наемники под руководством создателя группировки Евгения Пригожина воевали в Украине еще с 2014 года, а потом участвовали в боевых действиях в Сирии, конфликтах в Африке и, по некоторым данным, даже в Латинской Америке. Наемники Вагнера участвовали в российском вторжении с первых его дней. Именно Пригожин при участии Владимира Путина, подписывающего указы о помиловании, первым начал вербовать на войну российских заключенных. С его фигурой связаны и единственные формальные успехи российской армии на фронте за последний год – взятие городов Солидар и Бахмут. Но с начала 2023 года Вагнер и Пригожин открыто конфликтовали с Министерством обороны и в этой войне проиграли. Летом российские власти обязали все формирования воюющей в Украине подписать контракты с армией. Наемников Вагнера вывели с фронта. Вскоре после этого они устроили марш справедливости на Москву и захватили административные здания в Ростове. Несмотря на то, что бунт удалось остановить, Пригожин почти исчез из публичного поля, а затем погиб в загадочной авиакатастрофе в Тверской области. Хотя загадочного в ней мало. То, что у него убил Путин, не сомневается никто, добавлю я от себя. В сентябре 2023 года CNN и провоенные телеграм-каналы сообщили, что бойцы Вагнера начали возвращаться под Бахмут. Этот город наемники взяли в мае 2023 года, после месяцев боев. Каков размер этих подразделений, неизвестно. Словам Пригожина, он завербовал в Вагнер 50 тысяч заключенных, а непосредственно в боях за Бахмут участвовало 35 тысяч его сотрудников, включая вольнонаемных. Более 20 тысяч из них погибли. По оценке экспертом, в этой войне на каждого погибшего с российской стороны может приходиться по два тяжело раненых бойца. То есть суммарные безвозвратные потери ЧВК в Бахмуте могут превышать 60 тысяч человек. В итоге, с учетом всех выбывших из строя за 12 месяцев войны, численность Вагнера после взятия Бахмута вряд ли могла превышать 8 тысяч человек. Очевидно, что быть главной ударной силой российского вторжения Вагнер перестал. Эту роль российское руководство передало куда более таинственной и закрытой частной военной компании – Редуту. Впервые о частной военной компании с названием Редут, в том числе известной как ЩИТ, стала известна в связи с войной в Сирии. В отличие от Вагнера, там она занималась в основном не участием в боевых действиях, а охраной объектов корпорации «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, предпринимателя, близкого к Владимиру Путину. Бывший так называемый министр обороны, самопровозглашенный ДНР Игорь Стрелков называл именно его владельцем Редута. Сразу после начала вторжения в Украину, СМИ стали писать о том, что наемники группы Редут принимают участие в боях в составе российской группировки. Связаны ли они с тем формированием, которое когда-то охраняло нефтяные объекты в Сирии, сказать сложно. Но ясно, что теперь наемники ЧВК с таким названием играют куда большую роль на поле боя. Издание «Инсайдер» в мае этого года писало, что инициатором создания Редута в его нынешнем виде, его куратором, стал Владимир Алексеев, первый замглавы Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Это управление, которое занимается военной разведкой, больше известно под своим старым названием – ГРУ. В октябре 2023 года расследование о том, кто управляет Редутом, выпустили журналисты расследовательских проектов «Система и схемы». В нем Алексеев тоже назван главным куратором системы Редут. Расследователи также выяснили, что Редут связан с созданным в феврале 2023 года российским добровольческим корпусом, а его созданием заявили на съезде Союза добровольцев Донбасса, который этой зимой прошел в оккупированном Мариуполе. В работе съезда в том числе участвовал Алексеев и другие высокопоставленные военные. В распоряжении журналистов системы и схем оказались документы и свидетельства, которые указывают, что и Редут, и российский добровольческий корпус были созданы по инициативе Минобороны и полностью им контролируются. Численность Редута неизвестна. Бойцы этой ЧВК активно участвовали во вторжении с самого его начала, а за последние месяцы состав Редута вырос еще больше. В эту структуру завели многие подразделения, воюющие в Украине. В соцсетях можно найти многочисленные объявления о наборе наемников Редут, а еще фото и видео доказательства их присутствия на фронте. По некоторым свидетельствам, Редут вербуют не только россиян, но и, например, граждане стран СНГ. Кто конкретно управляет Редутом, неясно. Корреспондент ВГТРК Александр Сладков назвал его руководителем Андрея Трошева, Седой, в прошлом начальника штаба Вагнера. О том, что Седой действительно перешел в Редут, еще до смерти Пригож написали телеграм-каналы разгрузка Вагнера с упоминанием, что большого влияния Вагнера у него не было. У Трошева есть звезда Героя России, он полковник в отставке. За свою карьеру успел отвоевать в Афганистане, Чечне и Сирии. Известен Трошев и по загадочному эпизоду, который подробно описывала Фонтанко. По информации журналистов, летом 2017 года скорая помощь Петербурга подобрала неизвестному дома 13 по Вербной улице. Мужчину доставили в приемное отделение больницы. Представиться он был не в силах. Медики обнаружили при нем документы на имя Андрея Трошева, 5 миллионов рублей и 5 тысяч долларов наличными. Кроме того, у него были при себе карты Сирии, расчетные листы по оружию, электронный билет на самолет в Краснодар. В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Трошева есть официальная должность в Министерстве обороны. Какая, Песков не уточнил. Сам Трошев в гражданской одежде в конце сентября лично встретился с Владимиром Путиным, который поручил ему формировать добровольческие подразделения для войны в Украине. Как рассказывала BBC, часть Вагнерсов после неудачного бунта и смерти Пригожина действительно решила присоединиться к Редуту. Но состав этой ЧВК на самом деле куда более разнообразен. За последние месяцы Редут фактически превратился в один из главных рекрутинговых проектов Министерства обороны. Официальных контрактов с армией или Росгвардией, как у добровольцев из Барсов и региональных батальонов, у подразделений Редута нет. Новобранцам предлагают заключать гражданский контракт сроком от 6 месяцев. По сути, подписать обычный договор о работе с неким юридическим лицом. С точки зрения закона, такие люди не являются ни военнослужащими, ни добровольцами. Присутствие наемников Редута на фронте никак не регулируется. Это значит, что им не положены и те многочисленные льгоды, которыми власти заманивают россиян на войну. По истечению 6 месяцев бойцы Редута могут либо подписать новый контракт, либо уволиться и вернуться домой, как и в случае с теми, кто воюет в Барсах. Добровольцам, поступающим в Редут, обещают зарплату от 220 тысяч рублей в месяц при выполнении задач. Тем, кто на фронт еще не попал, платят 110 тысяч рублей. Платят чаще всего наличными, но можно договориться и о переводе на карту. Во многих подразделениях Редута новобранцев просят открывать счет ВТБ. ЧВК набирает новобранцев без ВИЧ, туберкулеза и гепатита. Им обещают обучение в течение 2-3 недель на полигонах в России или на аннексированных территориях и снабжения. Чтобы оказаться там, достаточно просто откликнуться на объявления и потом приехать на точку сбора с необходимыми справками и документами. Некоторые вербовщики Редута, с которыми BBC общались под видом потенциальных новобранцев, предлагали выезжать к местам подготовки едва ли не на следующий день после разговора. С учетом того, что обучение длится всего пару недель, это значит, что оказаться на фронте наемник может меньше, чем через месяц после первого контакта с ЧВК. За легкое ранение в Редуте выплачивают 1 миллион рублей, за среднее 2, за тяжелое 3. В случае гибели бойца, которых в Редуте называют специалистами, его семья получит 5 миллионов рублей. Как убедилась в BBC, десятки формирований, называющих себя добровольческими, вербующих россиян на войну, на самом деле связаны с Редутом. Это подтверждает и расследование системы и схем. Состав ЧВК все время растет, поэтому список, который приводит в BBC, исчерпывающим считать нельзя. Если в систему БАРС власти в основном заводят подразделения с известными кураторами, то Редуту у Минобороны отдает более маргинальные структуры. Чаще всего в объявлениях с приглашением поехать на фронт вербовщики не афишируют, что их приглашают воевать именно в Редуте. Но тем, кто откликается на эти объявления, быстро дают понять, что фактически им предлагают стать не официальными военнослужащими, а гражданскими людьми, воюющими вне правовых рамок. Весной в телеграм-канале Редута, сейчас он недоступен, всем желающим вступить в подразделение предлагали обращаться к некому Владимиру Владимировичу. С тех пор Редут явно разросся. Сейчас по номеру Владимира Владимировича ведется набор уже не во всю ЧВК, а в первую отдельную десантно-штурмовую бригаду «Волки». Численность этого подразделения неизвестна. Корреспонденту BBC, обратившемуся по указанному номеру, Владимир Владимирович подтвердил, что у ДШБР «Волки» действительно входят в Редут. Журналисты схемы системы в своем расследовании рассказывали, что «Волки» активно действовали на фронте еще в прошлом году. Несколько наемников «Волков» попали в плен при отступлении российской армии из Харьковской области. Впоследствии в Украине каждого приговорили к 11-м годам тюрьмы, в том числе за пытки местных жителей. Двое осужденных наемников в разговоре со схемами признали, что фактически отрядом управляло ГРУ. На это указывают и документы, с которыми ознакомились журналисты. Еще один отряд в составе Редута «Тигр». Сколько людей в этом формировании неизвестно, но на его сайте написано, что «Тигр» базируется в Тамбове. С телеграм-канала «РДО Тигр Редут» можно узнать, что его сформировали в январе 2022 года, то есть еще до начала вторжения в Украину. В апреле сюжет о «Тигре» снял канал РЕН-ТВ. Этот расчет состоит из опытных бойцов. Кроме отработки плановых целей, они действуют и как пожарная команда, когда кому-то из подразделений нужна помощь впереди. Если кого-то прижали, подавляют огонь противника. Рассказывал корреспондент канала, побывавший в бою с «Тигром». Сами его участники тоже позиционируют себя как штурмовой отряд, который перебрасывают на разные участки фронта. Вербовщик «Тигра» в разговоре с корреспондентом BBC подтвердил, что отряд входит в частную военную компанию. «ЧВК Редут, штурмовой отряд, работаем на Бахмуте», так он описал «Тигр». На вопрос о том, что такое Редут, вербовщик ответил так. Это частная военная компания, заключившая военный контракт с Министерством обороны. Эта организация способствует выполнению задач в зоне специальной военной операции. Контракт будет с Редутом. Непосредственно с организацией подпишите. Вербовочные пункты «Тигра» находятся в Тамбове и Луганске. После трех недель подготовки новобранцев отправляют на фронт. В Тамбове их готовят на армейском полигоне «Тригуляй», рассказал BBC другой вербовщик с позывным «Мухомор». Этот полигон находится в ведении ГРУ. Там, например, проводят стрельбу 16-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. BBC уже цитировала свидетельства бойцов Редута, говоривших, что перед отправкой на фронт их готовили именно там. На вопрос о том, распространяются ли на бойцов Редута льготы, которые государство обещает участникам войны в Украине, «Мухомор» ответил. «За льготами в армию надо. У нас делают военники, конечно, но это так. Скоро все под Министерством обороны будут. Вот тогда уже будут ветеранский статус делать льготы. А сейчас, пока мы партизаны». Еще один отряд Редута, который нашла BBC, называется «Рысь». Условия службы там такие же, как и в других подразделениях ЧВК. Гражданский контракт сроком на 6 месяцев с возможностью расторжения. «Работать без государства, конечно, никто не даст. Поэтому с Министерством работаем. Но командир будет наш, свой», сказал сотрудник Редута, вербующий в «Рысь». По его словам, руководители подразделений сейчас не имеют армейских должностей. Но среди них есть как бывшие кадровые военные, так и выходцы из других ЧВК, например, «Вагнер». Тем, кто вступает в Редут, дают не звание, а должности. Такая же система действовала и у «Вагнера». На вопрос о том, кто руководит Редута, собеседник со смехом ответил. «Ну давайте не будем, а». А потом добавил, что этого человека мало кто знает. Как уже рассказывала BBC, Редут от имени Министерства обороны управляет и структурами «Газпрома». Например, весной BBC писала о ЧВК, которые были созданы из охранников работающих госкомпаний. Как минимум, один из этих отрядов, поток, управляется именно ЧВК Редут, рассказывали его наемники. Еще одно подразделение Редута, которое в последнее время активно рекламируется в группах, посвященных войне в Украине, добровольческий батальон «Борс». Им, как удалось выяснить, в BBC руководит уроженец Волновахи Дмитрий Зипир. Украинские СМИ называли его сотрудником Министерства государственной безопасности, самопровозглашенной ДНР. Жена Дмитрия, Татьяна, работает в Донецке с партией «Новые люди». Из сообщений о вакансиях в Борс не следует, что батальоном управляет Редут. Но вербовщик батальона открыто сказал об этом корреспонденту BBC, позвонившему по объявлению о наборе. Работаем на базе ЧВК Редут. Расширяемся, получаем артиллерию и танки. Работаем на Бахмутском направлении, базируемся в Донецке. На вопрос о том, что такое Редут, собеседник ответил так. Это как Вагнер, но поменьше. Командиры у нас не армейские, но выполняем заказы Министерства обороны. Ребовщик с позывным «Седой» при этом подчеркнул, что по условиям ЧВК в десятки раз лучше армии, потому что волонтеров отпускают домой по истечению шестимесячного контракта. В отличие от других сотрудников Редута, Седой сказал, что на его бойцов распространяются все те льготы, которые обещают участникам войны в Украине. В октябре важной истории обратили внимание, что в Борс начали набирать и женщин. Как выяснила BBC, Редут активно сотрудничает с Союзом Добровольцев Донбасса, он же СДД, в структуре которого нашлось не только официальные добровольцы из Барсов. Когда корреспондент BBC под видом желающего ехать на фронт позвонил в СДД, сначала один из сотрудников Союза предложил действовать вполне официально. Заключить официальный добровольческий контракт с Министерством Обороны и в удобное время явиться в Ростов-на-Дону в гостиницу Тимоша со справками о состоянии здоровья. Алкоголикам и наркоманам лучше остаться дома, уточнил собеседник. А еще дал номер бойца с позывным «Немец», который организует сбор на месте в Ростове. Тут, разговарив с корреспондентом BBC, был удивлен информацией о контрактах с армией. Кто вам сказал, что контракты с Министерством Обороны? Это неправда. Контракт подписывается не с Минобороны. Это гражданский контракт. Подписывается с ООО «Редут». «Один в один, как Вагнер», сказал немец. Мы так или иначе связаны с Минобороны, но контракт не с ними. На вопрос о том, получают ли такие волонтеры статус ветерана, немец ответил. Обещают дать. Название подразделения он не уточнил. Не исключено, что речь идет о Георгиевской бригаде Союза добровольцев Донбасса. В своих сетях СДД часто упоминает это подразделение, названное в честь Святого Георгия Победоносца. Георгиевская бригада состоит из нескольких подразделений, отрядов «Вихрь» и «Бастион», батальоны «Херсон» и других. Информации о том, как попасть в бригаду, в группе нет. Зато ее предоставил еще один вербовщик «Редута». Его телефон BBC нашла в одной из групп с вакансиями охранников и военных для отправки в Украину. Мужчина с позывным «Мажор», ответивший на звонок, сообщил, что занимается набором добровольцев именно в Георгиевскую бригаду. Для этого волонтерам надо приехать в Белгород сразу с вещами. Новобранцам обещают зарплату 230 тысяч рублей. Контракт будет заключаться непосредственно с «Редутом», который вербовщик назвал «большой организацией». С армией у вас был бы контракт до конца СВО, а тут шесть месяцев. Так собеседник BBC сформулировал преимущество вакансии. На вопрос о том, связан ли «Редут» с подразделениями СДД, вербовщик ответил «Да, там то же самое». Еще одно воюющее подразделение в Украине, которое, судя по всему, управляется «Редутом», это интернациональная бригада «Пятнашка». «Пятнашка», изначально состоящая из абхазских добровольцев, сформировалась еще во время войны на Донбассе в 2014 году. Власти Украины обвиняли руководство бригады военных преступлений, в том числе пытках военных. Бригада участвует в боевых действиях и теперь. Потенциальным новобранцам «Пятнашка» предлагает все те же условия, что и другие подразделения «Редута». Зарплата в 220 тысяч рублей в месяц и контракт на 6 месяцев, хотя прямо о том, что служить добровольцы будут в ЧВК, не говорится. Отдельно оговаривается, что мобилизованные не могут перейти в «Пятнашку», а перевод контрактников из Министерства обороны может состояться только по решению руководства. На связь «Редута» с «Пятнашкой» указывает постановление, которое Каменский районный суд в Свердловской области вынес в сентябре этого года. Судя рассматривала сходатайство жителя Каменско-Уральского, который попросил отменить ему условный срок и снять с него судимость по делу о наркотиках. На заседание мужчина не пришел. В решении суда это объясняется тем, что он вступил в ряды ЧВК «Редут» интернациональной бригады «Пятнашка» на службу по контракту. Судимость мужчины в итоге сняли. Воюют в составе «Редута» и россияне крайне правых взглядов. Например, завербованный в батальон «Испаньола», организованный российскими футбольными хулиганами. Существование такого батальона не скрывают ни СМИ, ни российское спортивное сообщество. Например, одного из руководителей «Испаньола» и бойца смешанных единоборств Михаила Турканова с позывным «Питбуль» открыто интервьюируют российские государственные информагентства. То, что они являются футбольными фанатами, футбольными хулиганами, я вот это беру и ставлю в огромный жирный плюс, так как люди уже заранее сюда приходят духовитые, после полян, после драк в городах и на стадионах. И используя этот дух, направляя его в нужное русло, выходит просто бомба. Так Турканов в разговоре с РИА Новости характеризовал бойцов подразделения. А вот как о бойцах «Испаньолы» в прошлом году рассказывал журналист ВГТРК Александр Сладков. У некоторых более сотни выездов на оговоренные заранее спонтанные массовые кулачные побоища. И оказывается, эти люди вполне контактные и в быту совершенно не кровожадные. В начале августа о присоединении к «Испаньоле» открыто заявил бывший футболист сборной России Андрей Саламатин. А в сентябре хоккеисты московского ЦСКА вышли на раскатку перед матчем с элементами шеврона этого батальона. Символическое вбрасывание шайбы сделал руководитель «Испаньола» 42-летний Станислав Орлов, участник фанатской фирмы «Red Blue Warriors». Еще в 2014 году Орлов уехал воевать на Донбасс против украинской армии. А потом вступил уже упоминавшийся в этом материале «Союз добровольцев Донбасса», который поставляет бойцов и в добровольческие отряды «Барс», а также в «Редут». Часть бойцов «Испаньолы» придерживается, откровенно, неонацистских взглядов. Например, Михаил Питбуль-Турканов в 2019 году был оштрафован за публичную демонстрацию нацистской символики в виде татуировок. Журналист Андрей Захаров, ссылаясь на данные МВД, подробно описывал эти татуировки. На правом плече татуировка в виде свастики, на левом плече знак Белого Братства, Кельтский Крест, на правом предплечье Акап, две восьмерки на правом запястье, цифра 14 в Солнце. В феврале прошлого года Питбуль стал кавалером Ордена Мужества за участие в войне, которую российские власти формально оправдывают необходимостью донцификации Украины. Так что и здесь преемственность ЧВК «Вагнер» налицо. Ну или как минимум последовательная попытка перенимания их практик. А в октябре второй Орден Мужества за участие в боях под Бахмутом также получил Питбуль лично из рук генерала Владимира Алексеева, куратора Редута из ГРУ. Ненацистской татуировкой есть и еще одного члена Испаньола, 36-летнего Вячеслава Суботина. В разговоре с изданием «Черта» он открыто заявил, что является русским националистом и не стесняется этого. Национализм складывается из любви к своей нации, стране, это прекрасное чувство, говорит он. В фильме про властного издания «Ридовка», который вышел в феврале этого года, упоминается, что в Испаньоле служат 150 человек. С тех пор его руководство несколько раз объявляло о расширении. Формальное название подразделения – фанатский добровольческий отдельный отряд специального назначения, но в группе Испаньола во Вконтакте можно найти сообщения, в которых его участники называют себя ЧВК. Изначально Испаньола работала на базе батальона «Восток» Александра Ходоковского, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который перешел на сторону властей самопровозглашенной ДНР. Но в марте этого года Испаньола объявила, что уходит в автономное плавание. Однако, как убедилась BBC и рассказывала в настоящее время, это плавание оказалось не совсем автономным. На самом деле Испаньола управляет редут. Это следует в том числе из общения корреспондента BBC с вербовщиком Испаньолы. «Мы обладаем статусом ЧВК. Каждый новобранец будет подписывать контракт с редутом. Приказ Минобороны о действии контрактов до конца СВО на нас не распространяется», — сообщил он. На уточняющий вопрос о том, входят ли подразделения в редут, вербовщик ответил «Да». Правовая и финансовые основы — редут. Новобратцам Испаньолы, как и в остальных подразделениях редута, обещают контракт на 6 месяцев. Из них около 2 месяцев уходят на обучение и слаживание на полигоне в Тамбовской области. В этот период бойцам платят 110-120 тысяч рублей, затем в зоне боевых действий 210-240 тысяч рублей. Второй контракт возможно заключить уже на 3 месяца. Сейчас бойцы отряда воюют в районе Бахмута и Авдеевки в Донецкой области. BBC выяснило, что через редут, по крайней мере частично, трудоустраивают и тех, кто воюет в казачьих бригадах, объединенных в так называемый добровольческий штурмовой корпус. ДШК сформировали летом 2023-го из трех добровольческих казачьих бригад — Дон, Днепр и Терек. Они в неясном статусе присутствовали в Украине еще с начала российского вторжения. Сколько человек воевали в их составе, неизвестно, но в мае 2023 года глава Федерального агентства по делам и национальностей Игорь Баринов сообщал, что всего в войне задействовано более 19 тысяч казаков. С момента создания ДШК успел разрастись. В его составе появилась еще одна бригада — Сибирь. В СМИ от имени ДШК обычно выступает атаман Николай Дьяконов, заместитель командира корпуса, руководитель Союза казаков-воинов России-зарубежья и член правления Союза добровольцев Донбасса. В телеграм-канале ДШК прямо не указано, что воюющих в нем бойцов трудоустраивают через редут. Но это можно выяснить благодаря страницам вербовщиков ЧВК. Один из них, уже упоминавшийся мажор, называет подразделением редута отряд Енисей, входит в бригаду Сибирь. Енисей и другие структуры ДШК регулярно упоминаются и в группе с вакансиями редута. Есть и другие признаки того, что ДШК связан с редутом. В телеграм-канале корпуса, сейчас который недоступен, BBC нашла объявление о наборе в батальон связи специального назначения «Орион» бригады Днепр. Нашлась в группе ссылка на чат, где командир Ориона, базирующегося под оккупированным Мелитополем, консультирует желающих вступить в батальон. В нем администратор с ником Борода несколько раз открыто писал о том, что подразделения входят в редут. В личных сообщениях представители Ориона подтвердили, что и этот батальон и вообще весь ДШК в целом управляется редутом. Общение в чате Ориона хорошо демонстрирует, насколько низкие критерии рекрутеры редута предъявляют к специалистам. BBC обнаружила в группе сообщение 39-летнего одноглазого охранника со специальностью монтажер отопления, который заявил желание присоединиться к батальону. «С инструментом работать можешь, и руки откуда надо, значит. Значит, подойдешь», — ответили ему. Один из вербовщиков редута в личном разговоре с BBC так прокомментировал слова о том, что у потенциального новобранца нет никакого боевого опыта. «Ничего, инструктора научат». В этом же чате BBC обнаружила образец типового контракта, который добровольцы заключают с редутом. В личном общении вербовщики на такую просьбу говорили, что пересылать документ незнакомцам строго запрещено. Но в группе Ориона этот запрет по какой-то причине нарушили. Подтвердить подлинность документа невозможно, но из него следует, что соглашение боец будет заключать с неким ООО «Редут» РЦПС в лице его начальника Широкого Игоря Ивановича. Согласно документу, специалист обязуется выполнять служебные задания в составе подразделений, в том числе работающих за пределами Российской Федерации. Эти задания могут быть связаны с риском для жизни специалиста, и выполнять их придется на территориях, отнесенных к зонам вооруженного конфликта. Существует ли в реальности Широков Игорь Иванович, и о какой именно кампании идет речь, установить невозможно. В России зарегистрированы десятки кампаний, у которых в названии есть слово «Редут». Не исключено, что власти могут использовать казачьи ДШК как платформу для объединения еще большего числа нерегулярных воинских формирований. В октябре так называемый бывший президент Южной Осетии Анатолий Белалов сообщил, что добровольческие подразделения, воюющие в Украине, объединяются в добровольческий корпус экспедиционный под единым командованием. В материале ТАСС, который посвящен этой теме, сам Белалов назван замкомандир этого корпуса. Слов Белалова сложно понять, идет ли речь о том же самом добровольческий штурмовом корпусе, который записали несколько казачьих бригад. Но Белалов перечислил их, а также другие отряды, связанные с «Редутом», как часть экспедиционного корпуса под командованием Минобороны. По его словам, войдут туда и батальонный «Барс». Белалов настаивает, что все бойцы нового экспедиционного корпуса уже подписали контракты с Минобороны. Хотя общение BBC с вербовщиками отрядов показывает, что это не так. Во Вконтакте BBC нашла объявление о наборе еще одного подразделения, куда вербуют через «Редут» — «Зубр». По некоторым признакам, еще одно подразделение Союза Добровольцев Донбасса. В нем говорилось, что отряд подчинен экспедиционному корпусу Минобороны РФ. «Вербовщик Зубра подтвердил это и в личном разговоре. Добровольческий экспедиционный корпус состоит из многих подразделений и соединений. Есть линейные подразделения Министерства обороны, есть «Барсы» и есть «Редут», к которому мы относимся», сказал BBC вербовщик Зубра. Формулировка «Добровольческий корпус Министерства обороны» есть в официальном названии отряда «Невский» — еще одном подразделении «Редута». В его группе в соцсети упоминается праздник, который для бойцов организовал заместитель командующего Добровольческого штурмового экспедиционного корпуса. Наконец, в телеграмме BBC обнаружила группу «Добровольческий корпус». В описании к ней есть и слово «экспедиционный». Если несколько месяцев назад там публиковались новости исключительно о бригаде ветераны, то теперь регулярно выходят посты о других подразделениях, преимущественно об отрядах «Редута». Регулярно упоминается там и отряд «Барс-35», «Скиф», часть бригады «Терек», которая входит в казачий добровольческий штурмовой корпус. На сайте подразделения указано, что вступить туда можно и по системе «Барс», то есть официально через Минобороны. И через «Редут». «Барс» — это контракт с Минобороны. А «Редут» — не совсем так. «Последним немножко больше платят. Тысяч на 10-15, но зато по соцпакету набегаешься», сказал BBC вербовщик отряда «Скиф». «Первый раз идете?» Я бы посоветовал «Барс». Продолжить и по «Редуту» можете иметь на руках ветеранскую социалку «Всю хрень». Иначе, как отметил вербовщик, родственникам будет много мытажств доказывать, что ты не верблюд. По его словам, и ДШК, и добровольческий экспедиционный корпус — разные названия одного и того же добровольческого штурмового казачьего корпуса. Эти названия мало что значат на самом деле. Те же задачи, тоже обеспечения. Но называют так, нравятся люди. У нас сейчас «Скиф» переформатируется в бригаду. Будет экспедиционная разведывательная бригада. Правда, в других многочисленных группах, связанных с «Барсами» и «Редутом», добровольческий экспедиционный корпус не упоминается вовсе. Вероятнее всего, это говорит о том, что если власти и задумались о том, чтобы объединить всех наемников и волонтеров в одну добровольческую структуру, то она находится в процессе создания. В составе «Редута» есть подразделения, куда распределяют россиян, уехавших на войну из исправительных колоний. Еще в начале года их преимущественно набирали в «Вагнер», но с весны 2023-го эта функция отошла к Минобороны. В BBC известны имена 286 погибших заключенных, завербованных Минобороны России. Реальное число потерь в этой категории гораздо выше, но публикации об осужденных в публичном пространстве появляются реже, чем сообщения о смерти вольных военных. Родственники заключенных также часто пишут, что тела их погибших родных подолгу не забирают с передовой. Судя по тому, что пишут в чатах, где общаются родственники бывших заключенных, процесс вербовки выглядит так. Заключенные подписывают контракт прямо на территории колонии, обычно на 6 месяцев. И потом бойцов формально приписывают к той или иной воинской части. У разных новобранцев они отличаются. Например, в этом списке есть та самая часть с номером 22-179, которая базируется в поселке Персиановский в Ростовской области. Через нее управляют россиянами, которые уехали воевать в Барсы. Помимо нее, по сообщениям родственников, заключенных оформляют через часть 528-102, которая находится у Донецка. Бывшую Луганскую часть 08-807, сейчас у нее номер 403-21, 633-54 в Буйнакске, Дагестан, 653-84 в Борзом, Чечня, 618-99 в Мосрингене и многие другие. При этом сроки подготовки перед отправкой на фронт сократились по сравнению с зимой. После этого заключенных увозят в Простовскую область и распределяют по подразделениям, где им предстоит служить. BBC нашла многочисленные сообщения родственников, из которых следует, что многие из них попадают в подразделения Редута, в том числе у ДШБР, Волки, Отряд Рысь и другие. Есть в этой ЧВК и особое подразделение для специального контингента, так называют заключенных, Север-Зет. Сведений о работе Север-Зет очень мало. Почерпнуть их можно в основном из групп, где общаются родственники бывших заключенных. Связаться с руководством отряда, судя по их сообщениям, почти невозможно. Из-за этого многие семьи ничего не знают о судьбе завербованных близких. В телеграм-канале «Не жди меня из Украины», где размещают объявления о пропавших бойцах, BBC нашла историю 35-летнего Михаила Торшилова, попавшего в это подразделение. Торшилов, отец двух детей, несколько раз судимый за грабеж, отбивал срок ВК-5 в Белгороде, когда в середине мая 2023 года решил отправиться на войну. По данным родственников, Торшилов подписал контракт с Минобороны и даже получил личный жетон. После этого его увезли из колонии в Ростов. А там ночью в ангаре дали подписать новый контракт ЧВК «Редут» подразделения «Север-Зет», писала в группе его жена. Торшилов пошел в подготовку на полигоне в Луганской области, а в августе семье позвонил его сослуживец и сообщил, что мужчина погиб. С тех пор его семья пыталась узнать хоть что-то о его судьбе, но на звонки и сообщения предполагаемый командир отряда не ответил. Один из вербовщиков «Редута», с которым для подготовки материала общалась BBC, подтвердил, что этот ЧВК действительно принимает россиян из исправительных колоний. Но для этого, по его словам, необходимо, чтобы сразу несколько десятков заключенных изъявили желание пойти на фронт. Только после этого руководство колоний начинает общаться с военными «Редута». Из сообщений родственников заключенных следует, что многие из них не подозревают, что их близкие оказываются не в официальных структурах Минобороны, а в частной военной компании. Многие выясняют это только спустя месяцы поисков. Наших ребят Минобороны просто продала этой частной военной компании. Так происходящее описала родственница одного из бойцов, воюющих в Север-Зет. Факт существования отряда в Север-Зет подтверждает октябрьская публикация РИА новостей. В ней говорится, что новобранцы подразделения Север-Зет, которое состоит из бывших заключенных, обучаются под руководством инструкторов из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Впрочем, Редут не единственная структура, куда попадают заключенные. Некоторые, судя по сообщениям в группах, оказываются в формировании ветераны. К нему тоже часто добавляют приставку ЧВК. Это подразделение создали в феврале 2022 года, сразу после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Сначала у него был статус отдельного мотострелкового батальона, но в декабре 2022 года ветераны стали 60-й отдельной диверсионной штурмовой бригадой. Сейчас в ее составе уже несколько батальон. В официальной группе бригады можно найти посты, из которых следует, что ветераны напрямую управляются вооруженными силами России. Бойцы ветеранов воюют с шевронами с лицом президента Владимира Путина. Судя по всему, как минимум в прошлом ветераны работали в связке или под руководством Редута. Как обнаружила BBC, некоторые из вербовщиков Редута в прошлом занимались набором бойцов-ветераны. Когда корреспондент BBC обратился по одному из телефонов, по которым предлагают звонить волонтерам под видом добровольца, представитель ветеранов пригласил его приехать для подготовки в Таганрог. Он уточнил, что с 1 июля вступающие в бригаду подписывают официальные контракты с Министерством Вороны, а само подразделение формально приписано к одной из воинских частей. Некоторые заключенные, подписав контракты, оказываются в батальоне Сомали. Сомали – это штурмовое подразделение бывшей народной милиции самопровозглашенной ДНР. После аннексии она превратилась в 1-й Донецкий армейский корпус. Других, как уже рассказывала BBC, распределяют спецроты с названием «Шторм-Зет». В группе родственников бойцов «Шторма» можно найти документ с положением об отрядах «Шторм». Подлинность этого положения верифицировать невозможно, но из него следует, что формально подразделение, приписанное к 8-й общевойсковой армии, относится к Южному военному округу. Согласно документу, роты «Шторм» нужны для усиления штурмовых ударных отрядов, уже действующих на фронте подразделений Вооруженных сил России формируются из специального контингента, то есть заключенных. Отряды численностью 100 человек вооружают в основном стрелковым оружием и гранатометами. Сколько таких отрядов было создано, неясно. Подчиняются роты руководству тех подразделений, вместе с которыми их отправляют воевать. В государственных СМИ иногда появляются новости об отрядах «Шторм», хотя прямо о том, что их бойцы бывшие заключенные, в таких материалах не говорится. Например, в середине июля РИА новости рассказала о том, что бойцы такого подразделения захватили планшет украинских военных. На видеоагентстве об этом рассказывал командир одного из отрядов «Шторм-Зет». По имени командира не называют, но, судя по всему, это Иван Кондратов, известный как Ваня Русский, бывший командир гвардии ДНР, награжденный званием Героя ДНР. Кондратов считался соратником первого главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. После убийства Захарченко СМИ писали об аресте Кондратова, но в ноябре местные СМИ сообщили, что Кондратов вышел из СИЗО и отправился на фронт. Агентство «Рейтер» в октябре писало, что отряды «Шторм» используют как штрафбаты. Туда в качестве наказания отправляются не только экзаключенных, но и бойцов других подразделений, например, за неисполнение приказов. Бойцы «Шторма» это просто так в разговоре с агентством описал положение Завербовинах один из участников вторжения. Итак, на выходе мы имеем ЧВК «Редут», очень разветвленную ЧВК, отчасти автономную, отчасти по прямым руководствам Министерства обороны. Российская Федерация, безусловно, не будет больше рисковать как с Пригожиным. Никакой полной автономии у этой ЧВК и у любой другой быть не может, а то взбредет ей вдруг пойти с маршем на Москву. Однако, эту организацию, о ней вы будете слышать все чаще, потому что именно она стала той организацией, которая разрослась наподобие Вагнеровской, только у нее гораздо больше отделений. И теперь это самая могущественная ЧВК в России, бойцы которой каждый день умирают на войне в Украине. Я в очередной раз напомню, что нельзя идти ни в ЧВК, ни в Минобороны, даже если вы заключенный. При хорошем сценарии вы останетесь в бесконечности, при плохом вы умрете. Даже если вы вернетесь невредимым, то у вас будет ПТСР, вы будете убийцей, а общество будет вас бояться и правильно делать. Поэтому не становитесь убийцей и не становитесь трупом. Ну а с вами был Майкл Наки. Надеюсь, что этот рассказ про ЧВК Редут был вам полезен. Сама публикация будет по ссылке в описании, а там же будет еще и Патреон, по которому вы можете поддержать этот канал. До скорых встреч, всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok